Меня зовут Грожаин Кирилл, я руководитель студии компьютерной графики Горг Студия, теперь уже руководитель именно студии системной визуализации. Мы ведем от 3 до 5 крупных проектов в месяц параллельно, то есть наш производственный отдел позволяет это делать. Наш клиент это либо девелоперская компания, либо крупное архитектурное бюро. Когда ты получаешь от заказчика не много мелких задач, а один крупный проект, с которым можно работать длительное время, для нас это выгоднее, потому что все наши сцены, они обычно собраны достаточно качественно и позволяют на любом этапе застройки вернуться к какому-то этапу, допустим, и переделать проект, который мы делали 2-3 года назад. Это вполне себе реально. А где мы берем клиентов? Прямое общение, либо это выставки. То есть мы не даем рекламу в интернет вообще. У нас сарафанное радио. Это, наверное, самая лучшая реклама, которую только можно получить. Это рекомендации непосредственно от клиентов. Наши клиенты нами довольны. Хочу поделиться с вами положительным отзывом о прохождении курса проектного менеджмента у Станислава Орехова. На самом деле с момента прохождения прошел уже где-то год. Я вот совершенно не помню, где я увидел рекламную акцию, которая проходила по курсу. Это был какой-то баннер в интернете, но я точно помню, что это было, по-моему, то ли за один, то ли за два дня до начала курса. Я очень быстро написал, потому что я прям посмотрел, увидел описание, я думаю, это то, что надо сейчас, вот именно в данный момент. И я обратился, получил фидбэк. Сомнений вообще никаких не было, ну потому что мне эта информация действительно нужна была. И я ни капли не расстроен, потому что я его прошел. И более того, я его рекомендую, лично рекомендую. Мне сложно, честно говоря, переоценить ту пользу, которую он принес мне, потому что отбросив вообще просто всякие страхи, сомнения и так далее, получив большую серьезную поддержку, я наконец смог организовать структуру внутри своей студии, которая позволяет сейчас делать потоково большое количество проектов. И наши клиенты ценят нас за это, потому что мы всегда делаем работу качественно и в срок. Когда я узнал об этом курсе, мы порядка полутора или двух лет уже работали на рынке тогда, и, соответственно, у нас были свои договоры и так далее, то есть какая-то определенная схема. Но у меня всегда был ряд вопросов, которые мне необходимо было обсудить со специалистом. Ну, не пойдешь же ты, допустим, в дружественную студию говорить, ребята, дайте договор свой посмотреть. Тебя, скорее всего, просто мягко развернут, каким бы ты ни был другом и партнером. У меня уже была накоплена определенная база информации, но не была определенной структуры. Что такое, допустим, системная визуализация? Системная визуализация – это когда у тебя расписаны все этапы работы, когда ты наглядно видишь цифры, ты понимаешь, какой этап взаимодействует с каким. То есть у нас как бы это было все прописано на бумаге, но, допустим, не было определенного развития этой схемы, а, допустим, прохождение этого курса помогло нам понять, в каком направлении необходимо двигаться. Как раз вот на такие моменты мне понадобилось просто поднять все свои документы, и я просто их сравнивал с теми документами, которые передавались нам на курсе. И, скажем, те ошибки, которые мы совершали, мы закрывали, и при этом мы перенимали в свои документы какую-то полезную информацию из тех доков, которые были. А, допустим, с точки зрения каких-то ребят, которые являются новичками в этом деле, то это вообще просто бесценный дар, когда тебе передают всю документацию. По сути, вам дают готовый бизнес-план – бери и делай. Я никогда не проходил онлайн-курсы, особенно в таком формате, какой-то полувебинар, то есть где ты видишь человека, когда он общается с тобой по камере, а при этом ты можешь только отвечать в чате. Меня как-то это особо не останавливало, меня интересовала тема. Я знал то, что я могу задавать вопросы, могу задавать их бесконечно, и Станислава, мне кажется, я замучил на курсе, потому что вопросов было очень много. После пары-тройки занятий я понял то, что да, это действительно то, что нужно было пройти. Лично для меня было большим плюсом то, что мы наконец-то доформировали базу документов, которую мы передали нашим моделерам, визуализаторам, проектным менеджерам, нашим юристам. Потому что были очень интересные гости на курсе, допустим, из юридического департамента, которым мы задавали, наверное, самое большое количество вопросов на протяжении всего курса. Гости успешно отвечали на данные вопросы, и мы удовлетворили все свои потребности. На самом деле этот курс помог избежать каких-то очень серьезных ошибок по части как раз бухгалтерии, по части юридических моментов, документов, документа оборота, работы непосредственно с сотрудниками, то есть как правильно с ними разговаривать, откуда формируется ценообразование. В студии очень четкое понимание того, как необходимо действовать с проектом. У нас прямо есть такая определенная брошюра, которую мы выдаем клиенту на старте нашего сотрудничества, в которой четко прописаны все этапы начала действия. Значит, допустим, это вход проекта, анализ информации, это, значит, потом передача на этап производства, это моделирование, визуализация, сетап текстурирования, постпродакшн и сдача финального изображения. То есть каждый этап, он регламентируется определенным образом, то есть всегда есть контроль качества. Клиенты на самом деле очень любят эти моменты, потому что когда вы хаотично вносите всю информацию клиенту, передаете, у вас не просто вы получаете проблемы какие-то, а получают проблемы еще и клиента. То есть у вас взаимное недопонимание, незавершенный проект и так далее, и так далее. Я могу сказать от себя лично то, что процент наших проектов, которые мы сдали не в срок по своей вине, он близится к нулю. То есть все мы проекты стараемся выполнять всегда вовремя и качественно. И это основные наши приоритеты. Внедрили в нашу работу такие простые программы, как Trello и, допустим, проектному менеджеру. Очень просто отслеживать всю входящую информацию по проекту. Не вызывает каких-то либо проблем. Да, по первому времени на самом деле сложно, то есть постоянно открывать, смотреть и так далее. Но, допустим, расписав один раз задачи все с утра, просто люди совершенно спокойно работают в течение дня. И у них, знаете, как в армии. То есть все очень просто. Сдал, получил задачу, сдал ее и все хорошо. Данный курс просто необходимо пройти тем людям, которые собираются в будущем, планируют организовывать свое дело. Потому что, не зная этих основ, если вы не имели до этого какого-то своего дела, либо вы не шли долго к этому этапу. То есть я лично уже шлифовал какие-то свои моменты личные. То есть для меня это было, скажем так, просто получение какой-то части опыта, который позволит мне шагнуть дальше. А те люди, которые не имеют опыта, допустим, в предпринимательстве, вообще в организации дела, постройке, структуре и вообще не понимают, что такое структура, им это обязательно необходимо. Потому что без системы и структура не бывает качественной работы. То есть это фриланс, это не студия. И это надо понимать. Год назад я читал статью на РБК, там показывал стабильный рост порядка 4-5% в этой индустрии. Но этот рост подразумевает в себе еще и как раз новые технологии типа VR, дополненной реальности и так далее. Но тем не менее, не стоит забывать то, что организация дела в плане создания компьютерной графики подразумевает в себе определенные этапы, допустим, моделирования, которые всегда необходимы. То есть вы можете строить там свое дело, допустим, на изготовлении какого-то этапа этой компьютерной графики. И как бы курс по проектному менеджменту, представьте себе, вы будете иметь, допустим, штат из 15 моделеров, которых также надо контролировать, которым надо выдавать какие-то определенные задачи. Поскольку данные вещи, они всегда применяются и в CG, компьютерной графике, и в архитектуре, в VR и так далее. То есть эта структура и эта система, она накладывается на любое из этих направлений. Поэтому это будет актуально еще достаточно длительное количество времени, то есть пока мы полностью не перейдем на какую-то автоматизацию данных проектов и вопросов. В моих планах стоит продолжение органичной развития студии. На самом деле я очень сильно хочу в некое маркетинговое агентство полного цикла, которое будет включать в себя производство не только компьютерной графики, но и разработку сайтов, контента для девелоперов. То есть захватить какие-то смежные области. Потихонечку заходим на рынок видеопроизводства. Возможно, это будет более массово. Но сейчас нас больше интересует, наверное, направление обучения в данный момент и направление, связанное с дополненной реальностью и VR. С нашими работами вы можете ознакомиться на нашем сайте. Я вам желаю, чтобы вы научились организовывать свою работу правильно, действовали структурно, чтобы не совершали ошибок, которые делают многие, не проходя обучение, заходя в какие-то новые области. Вы можете научиться всем этим моментам самостоятельно, но проходя курс, вы просто добавляете себе скорости. И это очень важно. Экономьте свое время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!